Привет-привет! Очередной день и очередные приключения для нас. Мы с детьми находимся Ninja Warrior. Вдохновленный популярным игровым шоу ITV, новый парк приключений Ninja Warrior UK в Milton Keyes открыл свои двери. Парк новый, и немногие о нем еще знают. А у нас первый день школьных каникул, и каникулы у нас по-другому, чем у всех. Поэтому мы используем момент «пришли с утра, и тут почти никого нет». Первый в своем роде в Milton Keyes комплекс включает в себя ряд физических испытаний и надувную трассу, идеально подходящую для любителей адреналина. Парк включает в себя препятствия для лазанья, балансирования, прыжков и раскачивания, а также знаменитую искривленную стену. Уэйн Дэвис, генеральный менеджер Ninja Warrior UK в Milton Keyes, сказал, Мы очень рады представить в Milton Keyes кусочек блестящего полезного семейного развлечения с брендом Ninja Warrior UK, который нравится всем возрастным группам. Вдохновленный популярным шоу Ninja Warrior UK на канале ITV, этот аттракцион наполнен веселыми и волнующими развлечениями для всей семьи. Здесь можно окунуться в мир древнего шприонажа, преодолевая самые высокие и большие препятствия. Взбирайтесь, прыгайте и качайтесь по множеству приспособлений, чтобы развить своего внутреннего воина. Улучшите свою ловкость, силу и скорость, готовясь к знаменитой искривленной стене. А такие лентяи, как я, которые не хотят в этом участвовать, могут посидеть в кафе, которое расположено на двух этажах. В кафе можно заказать чай, кофе, а также прохладительные напитки. А кто за это время проголодался, также могут заказать закуски или уже полноценный обед. Мы провели здесь два часа, дети набегались, мы с подругой посидели, а потом пошли дальше гулять. Итак, покидаем это место и направляемся в Грейт Линферн. Это район нашего города. Парк Грейт Линферн Манер – это особенное и прекрасное место для посещения, история которого восходит как минимум к саксонским временам. Многие из его особенностей, например, водные сады и близлежащий сад дикой природы, датируются 17 и 18 веками, когда парк был заложен, чтобы обеспечить обстановку для впечатляющего особняка, который до сих пор является главным центром внимания сегодня в парке. Тем не менее, многие исторические особенности парка пришли в упадок, а представление об историческом дизайне ухудшилось. При поддержке Национального фонда наследий лотерей этот парк восстанавливают. И начали это в 2020 году. Сейчас мы находимся на территории церкви Сент-Эндрюс, святого Андрея. Где-то в XII веке нынешняя церковная башня была пристроена к более раннему нейфу и алтарю, а самая западная стена старого нейфа была снесена. Поместье Линфорд, также известное как поместье Грейт Линфорд, представляет собой особняк XVII века. Сейчас он принадлежит Питу Винкельму, председателю футбольного клуба Милтенкин Донс. Нынешнее поместье было первоначально построено в 1678 году. Сэром Уильямом Причардом на земле, купленной у семьи Непиер, на месте более старого средневекового поместья, в 1704 году поместье перешло к Утватам, его родственникам, и со временем дом расширялся. В 1984 году Хэри Мелони купил поместье и превратил его в жилую студию звукозаписи. Нынешний хозяин купил это поместье в 1993 году и продолжил использовать его в качестве студии звукозаписи. За это время поместье стало меньше использоваться для записи музыки. Пит Винкельман теперь использует поместье как семейный дом. Бывшие конюшни и связанные с ними ворота теперь являются центром искусств. Бывшие богодельни рядом с конюшнями теперь используются как мастерская художников. Рядом с особняком проходит канал Гранд Юнион. Изначально здесь была собственная пристань. Здесь есть четыре пруда, питающихся источниками, текущими до сих пор. Два пруда размещены со стороны канала Гранд Юнион, третий был разрушен во время строительства, а четвертый все еще сохранился на стороне железнодорожного пути канала. К нему можно добраться по ступенькам. Как видите, лебеди у нас спокойно ходят и людей не боятся. Их никто не трогает, только подкармливают. Вот они уже и привыкли. И это не только на этом пруду. Как я заметила, в нашем городе везде так. У лебедей сейчас важная пора. Некоторые, как эти, еще собирают палочки для того, чтобы строить гнездо, а некоторые уже гнезда обживают. Сезон гнездования у них начинается в марте. Вкладки от 5 до 8 яиц. Инкубационный период длится от 35 до 38 дней. Как видите, мимо нас они прошли спокойно, даже не обращая внимания. А тут шла собачка. На собачку они шипели. И очень были недовольны. Здесь кругом частная территория. Но парк остается открытым для публики. И в настоящее время принадлежит Милтон Кинз парк Страст. В течение трех лет, с 2017 по 2019 год, в парке проходил MK Food Festival – фестиваль еды Милтон Кинз. Что это за деревце, я так и не поняла. А таблички рядом не было. Канал Grand Union был проложен через поместье Грейт Линдфорд в 1800 году. Сначала лодки по каналу буксировали рабочие лошади. И канал использовался для перевозки материалов, таких как кирпичи местного производства, между Лондоном и Бирмингемом. В настоящее время канал используется в развлекательных целях. Ранее наследие канала было интерпретировано через пять металлических подковообразных скульптур, созданных Архенджел. Эти овцы находятся там, где они исторически паслись вместе с крупным рогатым скотом. С их улыбающимися лицами и реалистичной резьбой овцы уже стали фаворитами в парке. Их создал художник Люк Чепмен. Все, последняя остановка на сегодня. Нагулялись, насмотрелись и решили зайти в паб попить чай. Мы пришли как раз к открытию. И тут никого. Для нас это плюс. Садимся куда хотим. А вы сможете увидеть, как выглядит простой старый английский паб изнутри. Этот паб всходит к временам тюдоров и сохранил многие оригинальные черты и свое восхитительное очарование старины. О нем я вам уже рассказывала. И об этой потайной двери с подземным ходом тоже. На этом сегодня все. Пока-пока. Хорошего вам дня. Скоро увидимся. Но уже в другом месте. А для тех, кто досмотрел до конца, маленькая конфетка. Это 16 марта. И лебеди уже свили гнездо. Это 17 марта. И уже наводнения. Гнезда нет. 21 марта. Вода сошла. Гнездо на том же месте. И уже сидит лебедь. Теперь будем наблюдать за ними. И ждать детишек в начале мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова